В Бердске в минувший вторник, 6 июня, жители и гости города отметили День русского языка, который еще называют Пушкинским днем. В 2023-м со дня рождения поэта исполнилось 224 года. Поклонники русского языка и творчества поэта традиционно читали свои любимые произведения, участвовали в интерактивных играх и познакомились с каллиграфией, смогли проверить навыки чистописания и побывать на уроке словесности в Царско-сельском лицее эпохи юности Александра Пушкина. Пискалась в шубном беге и оставила на бореге 33 богатыря. Сказки Пушкина любит Алексей. Он частый гость в библиотеке. А 6 июня стал еще и участником мастер-класса. Познакомился с настоящим пером и чернилами. Этот инструмент коварен, говорит берчанин. Набрав слишком много чернил, есть шанс изрядно испачкать руки или поставить кляксу. Очень сложно пишется, но одну строчку удалось. Кстати, Александр Сергеевич Пушкин виртуозно писал гусиным пером. Здесь в технологии прошлого, правда, добавлен современный стержень. Но такая ручка позволяет каждому почувствовать себя в 18 веке. Пушкин-то писал гусиным пером, которое затачивали перочинным ножом, обмакивали в чернила. И все произведения Пушкина написаны гусиным пером. Сегодня мы ребятам показывали его удивительный почерк в одной из самых старейших книг нашей библиотеки. Ей почти 60 лет. Вот именно так выглядел почерк Пушкина. Для нас немножко непонятно, но мы видим, что все строчки очень ровные, витиеватые буквы. И плюс ко всему Пушкин еще делал зарисовки на полях. Помимо того, что он писал пером, он еще и неплохо рисовал. Потому что в Царско-сельском лицее, где получал свое образование Александр Сергеевич, учили не только каллиграфии, но учили и живописи. Берчане говорят, что Пушкин всегда вне границ. Он открывает сердца. Человек, создавший новый литературный, удивительно музыкальный язык. И берчане это подтвердили романцами. Александр Сергеевич Пушкин – это имя знакомо каждому. Великий писатель и поэт, чьи произведения известны по всему миру. Его стихи – эталон, а его самого считают великим мыслителем, раскрывавшим загадки русской души в поэтической форме. В 2024 годовщину со дня рождения великого поэта Александра Пушкина берчане читали отрывки из его произведений. В городском парке культуры и отдыха проходил литературный салон. Кавказский пленник. Так муза, легкий друг мечты, к пределам Азии летала. И для венка себе срывала Кавказа дикие цветы. Каждый мог прочитать любимые строки поэта, попробовать себя в роли чтеца перед открытым микрофоном. Александр Сергеевич Пушкин очень симпатизирует, вернее, его творчество. Учится очень легко, потому что, когда учишь Александра Сергеевича Пушкина, у меня, как будто я все это внутри переживаю за себя. Как будто я сам рассказываю, как будто это со мной все произошло. Здесь же можно было познакомиться с биографией поэта, пройдя по QR-коду. А вот знатоки творчества Пушкина с легкостью отвечают на вопросы, проходят литературные квесты и перевоплощаются в сказочных персонажей. Они делают комплименты и хотят сфотографироваться. Говорят, какие мы красивые. Окунулись в 18 век? Конечно. Не представляю, как ходили в этих платьях. В них очень жарко. Все знаменитые его произведения, начало, и нужно продолжить вспомнить в основном по школьной программе. И многие, даже и взрослые, и дети помнят Пушкина наизусть. И даже не только одну строчку вспоминают, а прямо все произведение готовы прочитать. Кульминация празднования Дня русского языка – это концерт. На импровизированной сцене артисты, поэты, музыканты представили яркую программу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok